добрый день дорогие друзья сегодня воскресенье 25 сентября у меня рабочий день и сегодня анти рекорд очень мало взрослого населения и очень мало детей было на оздоровительном плавание и сегодня многие люди они спрашивали меня о том знаю ли я что очередь до верхнего ларса до границы с грузией это примерно 35 километров от владикавказа вся переполнена автомобилями люди пытаются выехать из россии и я конечно не был об этом осведомлен или знал об этом но размышления эти заставили меня задавать людям много вопросов я спрашивал их мнение о том как они относятся к частично мобилизации ситуации сейчас на войне на фронте и вы знаете разделилась мнение людей сильно разделилась я думаю что хотел бы сегодня для нас поразмыслить на эту тему почему такое большое разделение в народе почему нет единства и вот иисус христос в библии говорит нам о том что не устоит царство который разделится само в себе не устоит дом который разделится сам в себе и хотел бы сказать что когда идет разделение мнение у людей то это говорит о том что мнение диаметрально противоположные первое мнение это мужчины должны быть мужчинами и они должны защищать свою родину и вот многие говорят а украина это моя родина нет это не моя родина я не хочу ее защищать я не хочу ее освобождать от кого-либо и так далее то первое второй момент это то что люди молодые они считают что россия не права в том что она воюет на территории украины пусть даже с нато или соединенными штатами америки и так далее и от того что освободится только донбасс ситуация для россии в лучшую сторону не поменяется теперь третья группа людей она говорит что лучше бы россия согласилась отдать территории донбасса а людей с донбасса русскоговорящих или русских по национальности приняла у себя на своей территории и и трудоустроила их и вот такие рассуждения есть у тех кто является противником этой военной операции или уже будем говорить прямо войны на украине теперь что же касается сегодняшней ситуации и о том что 30 километровая очередь до верхнего ларса образовалась на выезд да действительно люди платят деньги для того чтобы их пропустили дали им возможность уехать из страны но если и таких людей призовут на фронт разве они будут эффективными бойцами нет они не будут эффективными бойцами в силу того что их духовные причины против войны не дают им возможности эффективно защищать интересы россии и размышления эти конечно же поверхностные у меня не глубокие и у меня есть свое другое как бы видение этой ситуации я смотрю на то что происходит по допущению божьему это происходит если бы богу было не угодно то война бы не начиналась и сегодня я вижу что люди разделены не только в россии но и по всему миру и вот этот раскол духовный указывает на то что многие не понимают почему бог может допустить эту войну а я думаю что бог допускает эту войну для того чтобы через россию наказать те страны которые стремятся легализации однополых браков те страны которые разрешают наркотики употребление те страны которые толерантно относятся к феминизму и много еще можно сказать это и блуд который и дало поклонство и серебрелюбия и вероотступничество потому что мы не должны забывать о том что многие крещеные девушки выходят замуж за людей другой веры и принимая другую веру они отказываются от иисуса христа и об этом тоже необходимо не забывать что думаете вы об этом поразмышляйте а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания